В день российской науки 8 февраля ученые арктического научно-исследовательского стационара пригласили горожан поучаствовать в открытой лаборатории. Самой масштабной однодневной научно-популярной акции в мире. Просветительский проект помогает узнавать, как устроены природа и техника. Это тест, который определяет уровень знаний участников, а после его вопросы разбираются детально. Проверила эрудицию и наша съемочная группа. Открытая лабораторная – это самая масштабная однодневная научно-популярная акция в мире. Просветительский проект, который помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли и проверить, насколько ваша картина мира соотносится с его реальным устройством. Проводится ежегодно с 2017 года. Слоганов у открытой лабораторной много. Один из них звучит, как «Добавь науку в друзья». Но мне кажется, основной девиз и главный девиз – не стыдно не знать, стыдно не стремиться узнать. Вопросы составлены крупными учеными, популяризаторами науки. Поехали! 26 вопросов, начиная с биологии, продолжая физикой, астрономией, генетикой. Дать правильный ответ можно было путем логических рассуждений. Мне хватило 10 минут, чтобы с одной стороны подтвердить знания, с другой – обнаружить в них пробелы. Когда мы дойдем до разборов ответов, я думаю, что люди узнают достаточно много всего. Потому что для людей с классическим образованием, осознание того факта, что что-то может превышать скорость цвета, это серьезно переворачивает картину мира. Я неправильно ответил на один вопрос. Возможно. Для тех, кто закончил раньше, провели небольшую экскурсию. Показали современную электронику, используемую учеными. Но самый интересный момент – правильные ответы. С первым утверждением, динозавры болели раком, нужно было согласиться или нет. Кто согласен? Никто не согласен. Правильный ответ? Многие узнали, что посидеть за одну ночь невозможно, пальмовое масло совсем не вредно, любые кошки могут вызывать аллергию, скорость света не предел и другие. 17 баллов из 26 возможных набрала Светлана Назаревича. Я старалась, читала внимательно вопросы. Некоторые, конечно, смеялись пальцем в небо, но которые вопросы ответила, в основном это вдумчиво. Пыталась что-то вспомнить из школьного курса. Ну, интересно. Сама не ожидала. По 15 баллов набрали трое участников акции. Среди них я и телеоператор Эдуард Захаров. Самых юных участников Мирона Ярослава также отметили. Да, это был первый раз для меня. Было очень увлекательно, интересно. Ну, хоть и набрал 5 баллов, но все равно для меня это хороший результат, потому что были очень сложные вопросы. Мы довольно часто устраиваем так называемые дни открытых дверей. У нас Виктор Георгиевич Штром, мне кажется, на весь округ знаменит своими экскурсиями для школьников. Потом мы участвовали в фестивале «Наука 0+,» здесь сделали площадку. И, в принципе, мы всегда открыты все рабочее время для всех жителей. И обращаются к нам, и звонят, и по Инстаграму нам очень много сообщений приходит. Такое двухстороннее, обоюдно выгодное общение. Наука – это не всегда сложно и совсем не скучно. Ученые это доказали акции «Открытая лабораторная». Андрей Симоненко, Эдуард Захаров. Программа «Время и местное».